В середине 19 века на юго-восточной окраине Российской империи, соседствуя друг с другом, существовали целых три войска – Уральская, Оренбургская и Башкирская. Уникальность ситуации заключалась в том, что все они находились в границах одной административной единицы – бескрайней Оренбургской губернии, раскинувшейся от Пермского края на севере до казахских степей на юге и от устья реки Урал на юго-западе до реки Тобол на северо-востоке. Какова история возникновения этих формирований и как складывались отношения между ними? Прошлые Башкортостана невозможно себе представить не только без башкировского войска, но и без некогда сопределенных с ним Уральским и Оренбургским казачьими войсками. Отношения между ними являются отражением сложной истории края, напрямую связанной с расширением русского государства на юго-восток. В середине XV века некогда могущественная Золотая Орда распалась на несколько враждующих государств. Одно из них, Ногайская Орда, контролировала Великий Волжский путь, раскинувшись по обе стороны от Крыма до Тюмени. Однако еще через сто лет в результате нескончаемых междоусобиц ослабла и она. Этим воспользовались ватаги вольных казаков, промышлявших на русско-ордынском порубежье, которые во второй половине XVI века основали свою республику – войско Донское. Донское казачье войско – первое по старшинству среди других казачьих войск. Датой основания считается 1570 год, когда была получена первая грамота царя Ивана IV. Через 20-30 лет казакам уже было тесно на Дону, и они перебрались на Волгу, берега которой еще контролировали Ногайцы. В 1580 году они дали о себе знать дерзким нападением на столицу Ногайской Орды город Сарайчи, находившийся в низовьях реки Яик, ныне именуемый Урал. После окончательного упадка Большой Ногайской Орды и завоевания Сибирского ханства Башкирия вошла в состав русского государства. Подданство Башкир было не безусловным, а договорным. При каждом новом царствовании башкирские депутации отправлялись в столицу и присягали новому монарху. Схожим полунезависимым статусом обладали поначалу Донское и Яицкое войска. Неслучайное отношение с башкирами, яицкими и донскими казаками вплоть до XVIII века ведал посольский приказ. Яицкое казачье войско возникло во второй половине XVII века. Официальной датой образования считается 1591 год, когда они были упомянуты в указе царя Фёдора Ивановича. В 1775 году за участие в Пугачёвщине Яицкое войско было переименовано в Уральское. Если мы говорим о фольклоре яицких казаков и некоторых преданиях, то известно, что башкиры ходили на казачьи станицы, разоряли их, соответственно, и яицкие казаки ходили против башкир. То есть это было столкновение двух военных организаций. Почему? Потому что яицкие казаки занимали место, которое, в общем-то, было территориально башкирское, и башкиры считали, что они захватили незаконные земли. Таким образом казаки самовольно заняли низовья реки, и выбить их оттуда не удалось ни башкирам, ни прикочевавшим вскоре из Монголии калмыкам. Все три народа – башкиры, яицкие казаки и калмыки, оказавшиеся в начале XVII века в непосредственном соседстве друг с другом, обладали собственными военными организациями и структурами. У каждого из народов была собственная тактика ведения войны. Весь XVII век прошел в довольно жестком противостоянии между ними. Тут было все – и взаимные набеги, временные союзы, и, конечно же, все они привлекались русским царем для участия в различных военных кампаниях. Башкиры к началу XVII века в полном составе, вошедшие в состав Московского царства, сразу же стали привлекаться для защиты своего нового отечества. Яйское войско образовалось вообще в конце XVI века. Если мы говорим по старшинству, это известно, но позиционировать себя как войско, которое начало нести уже службу России – это XVII век. Яйские казаки начали привлекаться на военную службу России в второй половине XVII века, но башкиры уже участвовали на военной службе. И вот тогда они уже начали… Ну, в начале контакты были враждебные, а затем начали уже совместно участвовать. Но совместно, в большей степени уже с Петра. Действительно, башкирские отряды уже в 1608 году сражались в составе низовой рати Нижегородского воеводы Алябьева против войск Лжедмитрия II, а затем в войсках 1-го и 2-го ополчений освобождали Москву от поляков. Но с середины XVII века начинается эпоха башкирских восстаний, вызванных нарушением условий присоединения Башкирии к русскому государству. И, конечно же, правительство не упускало возможности привлечь для борьбы с повстанцами яицких казаков. Однако уже во время башкирского восстания 1704-1711 годов, ставшего реакцией на реформы Петра, вольный яек соблюдал дружественный нейтралитет, поскольку унификаторская политика царя казакам также была не по душе, не говоря уже о религиозной. Будучи старообрядцами, они не принимали мероприятий царя по вестернизации страны. Несмотря на недовольство мероприятиями великого реформатора, и башкиры, и яицкие казаки продолжали исполнять свои обязанности. Азовский поход 1696 года был первым военным успехом молодого Петра. Во взятии турецкой крепости Азов участвовали донские, запорожские и яицкие казаки, а также калмыки и башкиры. Башкирский тархан Алдар Исикеев победил в поединке, состоявшемся перед сражением между ним и турецким войном. Результатом кампании стал переход всего течения дона в руки России и выход ее к берегам Черного моря. В начале 18 века башкиры и яицкие казаки были командированы в Прибалтику для участия в начавшейся Северной войне против шведов. Было множество других походов, в которых башкиры стояли плечом к плечу с казаками. Отношения между государством с одной стороны и вольницей окраин, башкирией, донским и яицким войском с другой, складывались драматично. Эти непростые страницы истории нельзя стыдливо обходить молчанием. Башкирия, входя в состав московского государства, оговорила для себя полунезависимый статус с сохранением вочиного права на землю для ее коренного населения. Казаки также пытались сохранить свой уклад, но государство неуклонно наступало. Первым было обуздано Донское войско. На попытке государства ограничить права казачества, Дон сначала ответил восстанием Степана Разина, а затем бунтом Кондратья Булавина. Восстание Булавина. Казацкий бунт, шедший в 1707-1708 годах. Движение возглавил казачий сотник из Бахмута Кондратья Булавин. Между булавинцами и башкирами, также бунтовавшими в это же время, существовал союз. Летом 1708 года английский посол в России Чарльз Свитворд докладывал в Лондон. Я уже сообщал вам о мятеже башкирских татар, который, собственно, находится в прежнем положении. С булавином 36 тысяч человек, и он, божьей милостью, состоит в союзе с башкирами, которые снова взялись за оружие. Однако вскоре восстание донских казаков было подавлено. Булавин погиб, а автономия донского войска была ликвидирована. Вскоре наступила очередь башкирской орды, как именовалось башкире в документах той эпохи. В 1731 году казахский хан Абул Хаир попросил русского подданства, и вслед за этим была организована Оренбургская экспедиция. Как Азовские и другие походы отрезали территорию донского войска от заграницы Османской империи Крыма, так и Оренбургская экспедиция отделила башкирию от среднеазиатских ханств. Начало Оренбургской экспедиции вызвало мощное восстание башкирского народа, длившееся 6 лет. На его подавление были брошены большие силы правительственных войск, в том числе отряды нерегулярной конницы. Две тысячи яицких казаков и несколько тысяч калмыков. По окончании мятежа началось строительство пограничной линии по реке Яик и города Оренбург. Была учреждена одноименная губерния, что потребовало организации нового казачьего войска. Оренбургское казачье войско было учреждено указом императрицы Елизаветы Петровны в 1748 году. Тем не менее, оно является вторым по старшинству после Донского войска, так как датой его возникновения считается 1574 год, год основания Уфы. Она определена указом императора. Выбрана не случайно, а является датой основания города Уфы как крепости. Само по себе войско образовалось, конечно, немножечко позднее, но дата старшинства определено указом именно с этой даты, с даты образования города Уфы. Основой Оренбургского казачьего войска стал именно гарнизон этой крепости, который состоял из уфимских казаков, из алексеевских казаков, из эсетских. Они в дальнейшем образовали костяк Оренбургского казачьего войска. И волжские казаки тоже там присутствовали. Новое казачье войско изначально формировалось как многонациональное и многоконфессиональное, поскольку занимало башкирские земли конфискованные правительством. В конечном итоге мы получаем Оренбургское войско очень разношерстным, в национальном плане, в этническом плане и в конфессиональном плане. Изначально там были казаки и башкиры, и мордва, и морийцы, и удмурты, и мещеряки те же самые, и так далее, перечислять тут можно долго. Итог середины 18 века был таков. К числу подчиненных государствам и окончательно интегрированных в административную структуру Российской империи вместе с войском Донским теперь относились войско Запорожское и Башкирия. Неслучайно американский историк Альтон Данелли датой завоевания или полного подчинения Башкирии считал разгром башкирского восстания 1735-1740 годов. Окончательная интеграция Башкирии в административную систему Российской империи отразилась и на политическом языке того времени. Если ранее в отношении Башкир часто использовался термин «башкирская орда», то в середине 18 века начинает употребляться выражение «башкирское войско», хотя юридически оно еще не существовало. Была лишь традиционная военная организация «башкир», существовавшая с давних времен. Уже через два года после подавления восстания 1935-1940 годов башкиры стали отправлять своих воинов для несения пограничной службы на Оренбургской линии. В 1757 году 500 башкир участвовало в прусском походе и знаменитом сражении при Гросс-Егерсдорфе, в ходе которого русская армия разгромила войска прусского короля Фридриха II. А в 1771-72 годах 3000-й корпус башкирского войска сражался в Польше против барских конфедератов. Оренбургская экспедиция и, как следствие, образование одноименной губернии изменили геополитическую ситуацию на юго-востоке. Продекторат России, установившийся над казахскими ханствами, вывел империю к границам среднеазиатских ханств, а также актуализировал вопрос о полном подчинении последнего островка былой вольнице яицкого войска. Яицкие казаки, они были всегда самостоятельны. Это была старообрядческая община, очень закрытая. И они очень сложно контактировали с соседями, хотя эти контакты были, деваться было некуда. Но были закрыты. И, естественно, они были склонны к бунту, потому как вот те устои, которые у них сформировались, сформировались веками, они их пытались сохранить. И когда шло наступление, а наступление шло со стороны русской администрации, давили постоянно, потому как выборность атаманов очень не нравилась. Вот эта демократия казачья, военная демократия, которая была основой жизни вообще. В 1772 году, не выдержав ограничения своих вольностей, яицкие казаки восстали, но были разгромлены генералом Фрейманом, в составе войск которого также находились отряды оренбургских казаков, калмыков и башкин. «Так ли мы тряхнем Москвою?» – говорили яицкие мятежники. Аналогичные настроения витали и среди башкир, не забывших прошлой обиды и недовольных захватом своих земель. Яицкие казаки и башкиры как будто решили, что хватит быть слепым орудием в руках властей и давить друг друга по команде из Петербурга. Впервые в своей истории они решили объединиться для общей цели, результатом чего стала Пугачевщина – самое грандиозное в истории России восстание. Секретарь Пугачевской военной коллеги Алексей Дубровский впоследствии на допросе показывал. Во всем возмущении и начатии дела состоят причинную яицкие казаки, которые, сообщаясь за едино думою с башкирцами, хотели отменить учиненную якобы им обиду от бояр. Примечательно, что восстание возглавил один из последних ревнителей казачьей вольности донской казак Емельян Пугачев – одностаничник Степана Разина. В советское время стали использовать термин «крестьянская война». Это термин, кстати, абсолютно неверный, потому что вначале лежало казачье восстание, это Емельян Пугачев поднял яицких казаков, исключительно их, а затем к этому восстанию примкнули башкиры. Если вообще рассмотреть в целом это движение Пугачева, то мы видим там три крупных явления. Первое явление – это восстание самих яицких казаков, казачье восстание, у которого были свои задачи, цели, причины. Второе – это башкирское восстание, которое шло в рамках этого движения, поскольку у башкир тоже были свои какие-то цели, задачи. Они разные, об этом можно говорить долго. И было, собственно говоря, потом на заключительном этапе, когда вот они уже перешли за Волгу, вот там было, да, крестьянское восстание, потому что башкиры после Казани ушли. В кратчайшие сроки на большом пространстве, равном Западной Европе, возникло Пугачевское квази-государство, организованное по казацким правилам. Боеспособное население было мобилизовано в пятисотенные полки во главе с полковниками. В армии выплачивалось жалование, мародерство и грабеж в отношении всех сословий, за исключением дворянства. Были запрещены. Ну, в советское время писали, что это социальные движения, там, классовые, вот, эксплуатируемые против эксплуататоров, там, крестьяне-казаки против, ну, значит, дворян там, помещиков. Но ведь среди яицких казаков было очень много зажиточных, это мы знаем. Среди башкиры участвовали старшины, которые были обласканы властью, имели хорошее, кстати, экономическое положение. Возникает вопрос, почему? Здесь, наверное, не стоит судить, что здесь была какая-то классовая идея. Вероятно, в основе лежала проблема общая. Империя закрепляла свои позиции на границах. И она то, что было раньше вольницей, которая могла служить, могла не служить, с которой надо было как-то договариваться. Она пыталась эту вольницу, ну, в кавычках говорим, причесать, вот, подчинить себе, сделать механизмом, который бы работал как регулярные часы. А так оно и получилось. В 19 веке все, казачество работало так, как прикажет ему уже Петербург. Там никаких вопросов вообще не было. Во избежание дальнейших башкирских восстаний по указу императора Павла было учреждено башкиро-мещерятское войско, ставшее частью имперского механизма, как остальные казачьи войска. Башкиро-мещерятское войско. С 1855 года просто башкирское. И регулярное национальное воинское формирование, существовавшее в 1798-1865 годах. Сегодня, когда идет бурный и довольно противоречивый процесс возрождения казачества, некоторые общественники и активисты выразили желание воссоздать башкирское войско 18-19 веков, называя при этом его казачьим. И здесь возникает вопрос, было ли оно таковым? Кто-то отвечает на этот вопрос утвердительно. Однако историки придерживаются несколько иного мнения на сей счет. Действительно, в различных документах и в формулярных списках военнослужащие башкирского войска именуются казаками, хорунжами, урядниками и ясаулами. На одной из множества французских и немецких гравюр читаем «казак-башкир». На отечественном рисунке также написано «казак башкирских кантонов». Таким образом, в отношении башкир широко использовалось определение «казак». Вот когда мы говорим о башкире-мечерайском войске, мы должны говорить о том, что это национальное войско на правах ирегулярного, близкое казакам, но не казаки. Почему? По своему статусу башкиры, входя в состав качества войска, в состав империи, башкиры находились на своих собственных землях, имели вочинное право на землю. И их служба лишь подкрепляла право владения этой землей. То есть, они сами, почему они просились на службу, потому что они знали, они служат, земля остается за ними. Абсолютно было противоположно в отношении казаков. Казаки жили, условно говоря, на тех землях, которыми выделяло государство. Скажем, оренбургские казаки были поселены на бывших башкирских землях, их там поселило государство, ну, с согласия башкир. То есть, башкиры военной службой отрабатывали свое вочинное право, а казаки, наоборот, получали от государства земли и жалование за службу. Именно поэтому башкиры, как землевладельцы, вооружались и покупали обмундирование за собственный счет, а казаки за казенные. Таким образом, различие между ними было сословное, что в условиях России имело принципиальное значение. Однако, казаки и башкиры входили в одну семью военнослужилых сословий. Они все военнослужилые сословия, но так же, как, скажем, и дворяне, это тоже военнослужилые сословия. То есть, дворяне тоже несли военную службу или гражданскую службу, но они были обязаны служить. Ну, потом, правда, было разрешено не служить, но вначале-то они служили. Это было военнослужилые сословия, но на особых правах. Это было права создания национального войска. В эпоху наполеоновских войн Башкира-Мещерятское войско выставило 20 башкирских и 2 мишарских полка, которые вместе с донскими, уральскими, оренбургскими казаками и калмыками гнали французов до самого Парижа. Таким образом, дворяне, казаки, башкиры и другие входили в одну семью военнослужилых сословий. Подобно тому, да простят меня за сравнение, как волки, львы и медведи входят в отряд хищных. Однако сословие башкир-вотчинников не покрывало собой всех этнических башкир, поскольку безземельная часть народа состояла в другом служилом сословии – сословии тептерей. Но и это еще не все. Мало кто знает, что незначительная часть башкир входила в число, собственно, казаков. Если взглянуть на так называемую карту земель оренбургского, уральского и башкирского казачьих войск, то на территории уральского войска можно рассмотреть его башкирское отделение, находившееся между Саратовом и Самарой. Там поселяется группа башкир, которая в свое время, в 1798 году, с Белебеевского уезда переходит в Саратовскую губернию, в Ольские и Хвалынские уезды, и там расселяется. Ушли, естественно, от кантона системы управления. Ну, это был 10-й кантон, потом он 12-й стал, из 12-го кантона вот они туда переселились. Сами башкиры изначально, когда они пришли на эту землю, они начали утверждать, утверждали, что у них были документы на руках, что когда-то эта земля принадлежала им, они имеют право. Действительно, эти документы были представлены. Также башкиры служили в Оренбургском казачьем войске. В 30-е годы 19-го века оренбургский губернатор Перовский разработал положение, по которому большие площади земли по реке Яик изымались у башкир и передавались казакам. По этому положению оренбургского войска уделилась сплошная территория, на которую попали в том числе земли и башкирские, и мещерякские, там были деревни. И мы получаем интересную картину, что там два варианта предлагалось, те, кто попал на эту территорию, нового Оренбургского казачьего войска. Им либо уехать, либо вступить в войско. Значительная часть уехала, переселилась к родственникам, другие в различные башкирские кантоны переехали. А часть осталась. Вот мы по источникам можем судить о количестве даже оставшихся. К середине 19-го века числилось примерно около трех тысяч башкир в составе Оренбургского казачьего войска. Однако на этом военная история края не закончилась. Революция 1917 года всколыхнула народной массой. В условиях фактического краха государственной системы и начала Гражданской войны ожили старые модели отношений с Центром. Отгремела Гражданская война, и, казалось, история казачества была закончена. Слишком тяжелы были последствия расказачивания. Однако в постсоветскую эпоху историческая память вновь дала о себе знать. На сегодня в республике существует 35 казачьих организаций. Из них 14 в качестве юридического лица и 21 казачья община без образования юрлица. Это данные на конец 2016 года. Изменения, если возможно, то незначительные. В любом случае казачьи общины работают на благо государства. То есть это стабильность в регионе, это межнациональное общение, это дружба. У казаков очень много смешанных семей, где присутствуют и православные мусульмане. В городе Нефтекамске, именуемом у казаков станицей Камской, действует казачья община, которая является собой пример целеустремленности, умения работать и верности своим идеалам. Почему я казак? Вообще с детства я считал себя воином, искал справедливость в школе, в армии, после армии, по жизни. Ну, считал себя воином, башкиром, так скажем, воином. Поэтому, я думаю, на генном уровне мне какой-то толчок это все дало. И действительно казаки всегда боролись за справедливость, охраняли границы. Ну, где-то, может быть, их и не так использовали. Но в целом, я думаю, это были порядочные, простые люди из народа, те, которые шли до конца. Здесь не требуют каких-то особых льгот и привилегий. Не говорят о гипотетических врагах государства, а решают проблемы, которые есть на нашей земле. Я думаю, что Башкортостан рано или поздно станет именно, опять-таки, точкой возрождения всего казачества России в плане именно генотипа казачества. Потому что здесь он сохранен в том самом виде, в котором находился до революции и в царское время. Казаки из станицы Камска ведут большую воспитательную и военно-патриотическую работу среди молодежи. Занимаются охраной общественного порядка и в любой момент, без лишних слов, готовы прийти на помощь населению в случае стихийных бедствий. Что неоднократно доказывалось на практике. Что побудило? Меня побудила, в общем-то, история. Я начал изучать свой род. Узнал, что мой род, значит, герей. И выяснилось, в общем-то, что я, в принципе, являюсь потомственным казаком. Вообще, казак – это самодостаточный человек, который, я считаю, должен иметь и хорошее хозяйство, должно быть его самым себя обеспечивать, быть честным, трудолюбивым, добрым. Сейчас посмотришь на людей вокруг, как бы люди, все хотят, чтобы им что-то кто-то дал, все чего-то ждут. Ранее так же казаком можно было не родиться, но казаком можно было стать. То есть эта традиция, этот уклад жизненный просто переходит, ты принимаешь его и начинаешь жить уже по казачьим традициям, как настоящий казак. Башкиры и казаки прожили в непосредственном соседстве более 400 лет, взаимодействуя и влияя друг на друга. Степень контактов между народами была такова, что они дали начало таким субэтническим группам, как башкирские казаки и нагайбаки. Сегодня в Башкортустане довольно много людей, возрождающих ратные традиции башкирского народа. Это, как правило, реконструкторы, апеллирующие к истории военной организации башкир 16-18 веков и башкира-мещерятского войска. При этом мало кто вспоминает о башкирских подразделениях и отделах в составе Оренбургского и Уральского казачьих войск, которые, собственно, и являются историческим прецедентом для участия в возрождении казачества. КОНЕЦ КОНЕЦ